МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши занятия будут продолжаться до 17 мая. Экзамены 21 и 22 июня в 10 утра о консультации 19 июня в 10 утра. А сейчас мы переходим к теме социальная революция и социальная контрреволюция. Ну вот, наверное, по отношению к другим явлениям, не общественным, слово «революция» редко когда применяют или произносят. Но, тем не менее, не всегда слово «революция» относят именно к политическим каким-то явлениям. Правда? Например, говорят о научно-технической революции. Раз. Говорят о промышленной революции. Правда? Что такое промышленная революция? Вот представьте себе ситуацию перехода от ручного труда с использованием различных орудий к машинному труду. Что происходит при этом? Происходит гигантский рост производительности труда. Скажем, если было ручное это качество, а теперь перешли к ткацким станкам. Производительность труда может вырасти в тысячи раз. В тысячи раз. Не то, что мы сейчас наблюдаем 2%, 3%, 5%. Это никакая не революция, это ползучее такое повышение. А когда мы имеем не просто повышение производительности труда, а очень крупный скачок повышения производительности труда, но и целый переворот. То есть, если раньше в основном делали вручную, то теперь в основном делается с помощью машин. То есть, все перевернулось. То есть, всякая революция – это, во-первых, скачок. А скачок – это перерыв постепенности. Если все это идет постепенно, это как называется? Это не революция, а эволюция. Правильно? Эволюционное развитие. И вообще в истории преобладает по времени, безусловно, развитие эволюционное. Революция – это большая редкость. То есть, революция – это, во-первых, скачок. Перерыв постепенности. Во-вторых, это переворот. Но если у вас есть и скачок, и переворот, то это еще не значит, что есть революция. Надо выяснить. А что перевернулось? Если речь идет о промышленности, конечно, промышленная революция, если вы раньше делали вручную в основном, а кое-что с помощью машин, а теперь в основном вы делаете с помощью машин, а кое-что вручную – это переворот. Правда? Раз это переворот, то здесь можно употребить слово «революция», имея в виду такое же слово «употребление» по отношению, к примеру, к револьверу. Чем револьвер отличается? От нагана или от пистолета. Пистолет Макарова в ручку, там есть пружинка, и вот туда, в эту рукоятку закладываются патроны. Выстрелили один раз, пружина выталкивает снова в магазин, следующий патрон и так далее. А если у вас револьвер, то вы выстрелили, у вас повернулось. У вас вращается такой барабан, и этот барабан снова ставит на место уже новый патрон, и снова можно стрелять. То есть, когда мы говорим о революции, должен быть какой-то большой переворот. И если мы говорим, скажем, о научно-технической революции, то, видимо, нужно усмотреть, какой переворот есть. Хотя применительно к этому термину больше можно сказать, что как только темпы роста стали излабеть, уменьшаться, то пропорционально тому, как стали уменьшаться темпы роста, больше разговоров стало о научно-технической революции. Например, темпы роста производительности труда в 50-е годы в СССР были порядка 10% в год. Потом они стали падать, 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 и к 81-82 году почти до нуля опустились. Зато было много литературы, в которой было написано о гигантском развороте научно-технической революции. При этом в этой литературе не было такого разговора о понятии о том, а что это такое научно-техническая революция. Во-первых, если это научно-техническая революция, она, значит, не просто научная. Значит, в науке вообще революции тоже не так много бывает. Правда? Вот, скажем, что можно считать революцией в физике? Ну, революцией в физике можно считать переход от ньютоновской картины мира к констейнерской, да? И все. Революция в химии – это создание периодической системы элементов. Миндерия – это революция. Вот что-то там. Устанавливали какие-то связи, получили систему элементов, и даже можно предсказывать новые элементы, которые еще не открыли, а свойства уже известны. Но это научная революция. А если научная революция имеет какие-то научные результаты, и эти научные результаты применяются в промышленности, к технике и техника. А техника в чем себя проявляет? В росте производительность труда. Если производительность труда быстро не растет, это какая-то не революция. То есть надо, чтобы в самой технике был какой-то переворот. Да-да-да. Вот у нас, можно сказать, что у нас мы от труда при машинах перешли к автоматизированному производству. Можно сказать, есть такой переворот? Да или нет? Все. Нет такого. Где вы такое видели? Я не видел. А где вы видели? Расскажите, я тоже пойду посмотрю. Ну где вы видели? Вот автомат у нас есть внизу. кофе продается. И что, у нас автоматически все делается? Нет. А этот автомат у нас делается? Или его купили за границей? Так у них переворот. А у нас есть переворот? То есть где мы наблюдаем такие производства, где вы автоматически делались, а люди, они вы обслуживали, налаживали станки автоматов. Я могу вам сказать, вот скажем, мой хороший товарищ из Москвы, Шишкарев Василий Иванович, работал наладчиком станков, наладчиком автоматических линий. Стоит целый ряд специальных станков. Каждый станок налаживает отдельный работник, а он должен был наладить вот линию, что вот сюда вот заготовку поместили. Вот она проходит целый ряд стадий, 10 стадий. Через 10 станков и вот из 10 станка выходит уже готовая деталь, сложная, которую прямо ставят в грузовик ЗИЛ. Это было на заводе ЗИЛ. Ну и где этот ЗИЛ? Вот и переворот. Последней акцией была в освобождении от производства на территории ЗИЛа это распиливание цеха роботов. Вот в том цеху можно было посмотреть, как роботы работают. И распиливание такого мощного пресса, который сразу делал станицу. на которой уже собирался весь грузовик. Не сварной, не сварная станина, а сразу раз из металла, из цельного куска. И все попытки начальника производства все-таки продолжить выпуск ЗИЛа были пресечены решительными мерами со стороны московского правительства. Хотя можно сказать, что ЗИЛ-то он на глазах и у правительства российского был. И на ЗИЛе первоначально работало 120 тысяч человек. Силы нет. Это, можно сказать, пример безлюдной технологии. Безлюдная технология означает, людей больше нету там на этом заводе. И завета нету, и безлюдные, и беззаводные. Нету такого завода. У нас еще есть тоже пример безлюдной технологии. У нас был завод имени Свердлова, на набережной Свердловы, на Свердловской набережной. Он на экспорт выпускал станки. Где завод Свердлова? Тоже безлюдная технология. Нету там никакого завода, нет никаких людей. Еще был у Кантемировского моста завод по производству станков, завод Ильич. Но этого завода больше нет. Тоже безлюдная технология. И тут вдруг, вот я недавно там был, на Белостокской улице, смотрю на здание этого завода, высокое, и сверху вот такими буквами написано. Золотом Ильич. Тут думаю, да, возродили. Оказывается, это бизнес-центр. Бумаги пишут. Вот это переворот. Было производство станков, а теперь производство бумаг. Что такое деловые центры? Вот таким же делом заниматься сидят. Одни говорят, другие записывают. подговора подписывают. Что еще делают в этих центрах? Поэтому таких иллюзий насчет того, что где-то совершается переворот, нельзя. То есть это такое крупное понятие, что на самом деле революции вообще мало. Мало. Например, сколько революций политических? Ну какие? Революции – это должен быть переворот в том, в том, какой класс у власти стоит. Если меняется класс, стоящий у власти, и на место реакционного класса приходит прогрессивный, в результате этого скачка, это что получается? Переворот на самом деле. Нижний класс становится верхним, а верхний класс становится нижним. Переворот? Переворот. И вот если совершается такой переворот в соотношении классов, и на место реакционного класса приходит прогрессивный, и это революция. А если на место прогрессивного приходит реакционный, это что? Контрреволюция. Ну и что нужно сказать по поводу всякого рода цветных революций, оранжевая революция, это что, там сменился класс какой-то на Украине, нет? Ну был там буржуазный класс у власти, он и остается. Правильно? Дальше. Революцией рос. Был Шеварназа, который у нас, между прочим, в советское время был министром иностранных дел и членом политбюро. Вот для него лично это был переворот. Он служил значит, одному классу рабочему, а стал служить классу буржуазии. Это переворот и вдобавок контрреволюционный. Правильно? Но, а что для Грузии? Ну был Шеварназа, там президентом, а потом стал Саакашвили. А в чем разница? Вот когда Саакашвили, будучи, который раньше был президентом Грузии, вдруг стал губернатором Одесской области, это тоже переворот. Но назвать его прогрессивным, я думаю, никто не возьмется. Ничего себе! Поворот, переворот. Выгнали его оттуда и уже он не губернатор Одесской области. Ну а что поменялось в Грузии? Ничего особенного не поменялось. Был какой там класс власти? Буржуазный, а теперь какой? Буржуазный. Это мне напоминает такой анекдот, как наши туристы приехали во Францию, это советское время анекдот. А там бывшие белогвардейцы или, по крайней мере, уехавшие тогда в тот период из Советского Союза иммигранты спрашиваются, слушайте, а как у вас сейчас называется Дворцовая? Она же по-другому называлась так, в революционном духе. Дворцовая. А как у вас Невский проспект назывался? Называется теперь, а он был 25 октября. Невский? А это анекдот того времени, когда у нас первым секретарем Ленинградского обхома партии был Романов. Спрашивает француз эмигрант такой огорошенный, а как? Кто у вас там главный? Романов. И у нас был Романов. А чего я уехал? Что сменилось в Таджикистане или там в Киргизии? Вот в Киргизии какой-то, какая там была революция, как говорят? Тюльпан. Была там революция? Что, один класс на другой смене? Ну, как был там буржуазный класс, остается. Никакого смены класса власти ни на лучший, ни на худший не произошло. лекция? Это, конечно, лекция, перезвонит в лекции. Поэтому вот так вроде послушаешь, почитаешь, журналисты пишут, которые не разбираются в этом вопросе. Я вот как раз в этом семестре преподаю журналистам. Ну, вот я им рассказал, что такое революция, что такое революция, но не знаю, удастся их удержать от того, чтобы красиво так писать. Все-таки и розы, и тюльпаны, и революция, но прямо события, а никаких событий нет. Есть мелкие дворцовые перевороты, да? Одна кучка прогнала другую кучку. Вот у нас власть сильно поменялась в Египте. Помните, в Египте были мусульмане, братья-мусульмане, да? Они пришли к власти демократическим путем. Потом произошел военный переворот, и нынешний президент его, этот переворот, возглавлял. Ну, и какой теперь класс у власти в Египте? Какой? Ну, какой раньше был, такой и сейчас. Был в Египте буржуазный строй, и сейчас буржуазный строй, был правящий класс буржуазный, и сейчас буржуазный. В этом смысле классу ничего не произошло. Оттенки меняются, но это же не революция. Какая тут революция? Может, это контрреволюция? Да нет. Кстати, нынешний президент, хоть он пришел путем военного переворота, он менее реакционный, чем тот, который был. Потому что тот, который был, он исламист и сочувствовал исламскому государству. Так? А нынешний нет. То есть там в Египте можно сказать светская власть, светское государство, нерелигиозное. А уже с помощью Соединенных Штатов Америки в Ираке стало религиозное государство. В Ливии вообще не стало государства. А куски, которые есть, там два правительства. Одно из них мусульманское, исламистское и так далее. Революция что можно сказать? Под это определение, что революция это такой переворот в отношении классов, когда на место правящего реакционного класса приходит прогрессивный, это редкость в истории. Редкость. Отсюда такое уважение к понятию революции, раз это такая редкость. Сколько вообще может быть революции? Переход от первобытного общинного строя к рабовладению. Это революция? Вообще не было классового государства, вообще не было. Никакого правящего класса, вот он появился, это революция. До этого была общественная собственность и никакого правящего класса вообще не было. Можно считать это революция. Это прогрессивный же был ход, прогрессивный. С этого началось быстрое развитие человечества, с рабовладения, с разделения труда, которое появилось при рабовладении. Следующая революция какая была? Это переход от рабовладения к феодализму. На место реакционного уже тогда класса рабовладельцев пришел прогрессивный класс феодалов, помещиков. Революция 2. Начинаем дальше считать. Дальше идет эволюционное развитие, постепенное развитие. Это эволюционное развитие тянется до периода буржуазных революций. Английская буржуазная революция, французская буржуазная революция, наиболее известная Великая французская буржуазная революция. На место класса феодалов приходит класс буржуазии, прогрессивный, правильно? Если меняется реакционный класс на прогрессивный, это революция. Вот третья революция. И еще одна революция Великой Октябрьской и последовавшей за ней социалистической революцией. И это переход власти из рук реакционного буржуазного уже класса в руки класса прогрессивного рабочего. Что это получается? Четвертая революция. Всего четыре революции и может быть. И все. И эта четвертая революция, она восстанавливает общественную собственность. И это есть отрицание отрицания, отрицание частной собственности и возвращение к общественной собственности, но обогащенному всеми достижениями человечества, достигнутым в лоне частно-собственнических формаций. Можно вообще считать, что было всего три формации. И есть всего три. Укрупняя, что есть формация первая, основанная на общественной собственности, первобытной общины и коммунизм. Есть большая формация, основанная на частной собственности, которая включает в себя рабовладение, капитализм и феодализм, и капитализм. И отрицание этого отрицания, возвращение снова к коммунизму уже как к отрицанию отрицания. То есть он бесконечно теперь будет отрицать частную собственность, и общественная собственность равна самому себе через отрицание своего отрицания. То есть до каких пор будет этот самый коммунизм? Но если не произойдет контрреволюции, то и так и до бесконечности. А контрреволюция что такое? А контрреволюция – это такой переворот, который на место класса прогрессивного ставит класс реакционный. А контрреволюция сколько может произойти? Ну, значит, давайте посмотрим. Начиная от коммунизма. От коммунизма к капитализму снова. Вместо власти рабочего класса – власть буржуазии. Раз. Переход от коммунизма к капитализму. На место буржуазии – власть феодалов. Два. Она в свое время была возможной, и во Франции была, да? Была. После Великой Французской революции было на известное время возвращение снова к феодальной монархии. Сейчас это уже невозможно. Сейчас у нас вот некоторые обеспокоены. А не будут ли в России монархии? Такие темные люди у нас, идеологически неподкованные. Ну, как может быть монархия без феодализма? Вот сейчас я буду проводить запись дворяне. Вот вы запишетесь в дворянке столбовой? Не запишетесь? Даже не хотите? А вы дворяне? О, дворяне. А вы? Тоже? Ну и хватит одного. Будьте монархом, неограниченным. Не хотят – не надо. Так, а вы, пожалуйста, в крестьянке будете крестьянками. Никто. Сами добровольно будете? Нет? И крестьяне? Ну, никто не хочет. Вот я сколько раз предлагал – дворяне еще кого-то найду. Вот нашел и тут. Как начинают записывать крестьяне? Ну, никто не записывается. Ну, если никто не записывается, как вы можете получить снова феодализм? Ну, никак из капитализма, из нынешнего мира уже, мы же находимся на втором этапе капитализма, империализм, высшая и последняя стадия капитализма. Как вы перемахнете через капитализм, свободные конкуренции, уже нет дороги к феодализму. Ну, народ обеспокоен. Мне вот задают вопросы, говорят, Михалыч, вы там выступаете, там выступаете. У нас, возможно, монархия? Какая может быть монархия? Ну, это себе какую-нибудь такую вот одежду, монархичку купите, и шапку, ну, купите. Вот я вам советую тоже. И приходите к нам на лекцию, и бойтесь, здесь у меня царек. Как бы и старосты потока на время. Такого царка. Вон в Англии ходит, красиво одевается, выделяется на это средство. Вот ему выделят средство государству наше, чтобы он красиво одевался и показывал, какие у нас были монархии. А вам не выделят. А какое было бы платье красивое, были бы, как английская королева. Серьезно отказываетесь-то вы. Нет полета. Бог человек. Показал, он может. Поэтому еще какая революция? Феодализм может превратиться в робовладение? Ну, нет феодализма, он может превратиться. Уже контрреволюции много не получается. Вот две я и она считал. Ну, и уж рабовладение в первых на общине, тоже не может. Нет рабовладения. Поэтому контрреволюции может быть только две. Только две. И из этих двух одна реальная, а вторая превращение капитализма в феодализм нереальное. Значит, одна. Вот в современном мире, в котором есть капитализм и социализм, в том или ином виде, в виде становления или в виде первой фазы коммунизма, никаких других вариантов нет. А вот контрреволюции, могут быть их много. Давайте вот считать по ходу дела, что было. Уже в современном мире, в мире, в котором есть империализм, появилась первая социалистическая революция. То есть в классе пришел рабочий класс. Следующая революция была в какой стране? Социалистическая. Монголия. Да, в Монголии. В 1921 году. В Монголии совершается социалистическая революция. Следующая революция когда? А? Китая. В Германии. Ну, неудавшиеся революции были у нас. Неудавшиеся. Но если неудавшиеся, то они, значит, и не революции. То есть это попытка была революцией. А удавшиеся революции они появились теперь после Второй мировой войны. После... Куба в 1957 году. Это поздно. Но давайте считать самое раннее. Самое раннее это Вьетнам. 1945 год. И вы знаете, что Вьетнам эту свою революцию отстаивал очень долго. Последнее, что он сделал, это разбил, разгромил американские войска на Китай. При поддержке, скажем, мы оказывали поддержку средствами ПВО, а Китай добровольцами. И в Вьетнаме сейчас живет 90 миллионов человек. Живут они в первой фазе, простите, в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Это что такое? Это есть тенденция и превращению капитализма в коммунизм, и тенденция обратная. Прихождение, превращение коммунизма в капитализм. Поэтому когда и как закончится этот переходный период, это дело историческое. Никаких гарантий тут нету. Если называется социалистическое, это означает, что была установлена диктатура Патриата, и начался этот переход. А как он закончится? Это дело классовой борьбы, которая идет по Вьетнаме. Второе. Значит, второе, что можно назвать, это, наверное, в Корею. Корейская народно-мневекратическая республика. Это 1947 год. Да? 1947 год. Социалистическая революция в Корее. А вот если мы возьмем уже 1948 год, у нас тут много набирается социалистических революций. Во-первых, если мы возьмем восточную, революция в Китайской народной республике. Да? 1948 год? 49-й. Нет, тогда возвращаемся туда, в Европу. В Европе, Чехословакия, 49-й, 48-й год. Мирная революция была там. А как она произошла? Переворот был? Был. Реакционный класс сменился, в принципе, сменился. А как это произошло? Правительство, в котором было три человека коммуниста, это председатель правительства, министр обороны и министр госбезопасности. Вот эти три человека представляли Коммунистическую партию и, соответственно, рабочий класс, а все остальные были буржуазными деятелями. Они, буржуазные деятели, большинство, решили это правительство обрушить. То есть подали в отставку. Дескать, раз подает основная масса в отставку, то и правительство уходит в отставку, и тогда они на этой волне думали сделать однородное буржуазное правительство. А вот эти три человека, которые представляли Коммунистическую партию в Чехловакии, они сказали, а мы в отставку не уходим. И призвали рабочий класс поддержать их. Значит, на улицу вышли работники госбезопасности в Чехловакии, подчиненные министру госбезопасности, а на заводах в Чехословакии у каждого рабочего был шкафчик, а в шкафчике было оружие. Это называется рабочая милиция, вооруженный народ. Вот то, о чем Ленин рассказывал в государстве революции, что рабочие должны сейчас защищать свои интересы. И вот они вышли на улицу и продемонстрировали готовность защищать с оружием в руках это правительство, которое пока из трех человек состояло. Ее пополнили еще представители Коммунистической партии, и тем самым совершилась мирно революция социалистическая в Чехословакии. Она бы так мирно не свершилась, если бы не Красная Армия, которая в это время стояла, как вы понимаете. Поэтому все вот эти революции, которые были в Европе, и которые потом закончились контрреволюциями, как мы знаем, они очень большой крови не потребовали от участников. Можно сказать, что основная нагрузка легла на Красную Армию, на тех, которые гарантировали мир и спокойствие при вот этих самых революциях. Это совсем не то же самое, что на Востоке. На Востоке так не было. И там социалистическая революция далась очень дорогой ценой. И в Китае, и в Корее, и в Лаосе, и во Вьетнаме. Вот. Обращаемся снова туда. Вот, значит, здесь в конце, сначала в Европе, скажем, в Европе в конце сороковых годов практически все те страны, где стояли советские войска, вот в этих во всех странах произошли социалистические революции при поддержке Советского Союза однозначно. Теперь обращаемся на Восток. Значит, очень большая была война с Гаминьданом Китай, Советский Союз помогал вооружениям, в том числе оставил японское вооружение, которое было захвачено при разгроме Квантунской армии, плюс оставили часть вооружения, которое использовали наши войска при разгроме Квантунской армии. то есть, лучше, чем народно-освободительная армия Китая никто не был вооружен, и они решили эту задачу, разгромили Гаминьдан, и в 49-м году образовалась Китайская Народная Республика. Это социалистическая революция, очень крупная страна, в стране, в которой на сегодняшний день проживает 1 миллиард 380 миллионов человек, и она занимает первое место в мире по доле валового внутреннего продукта, 17%, а Соединенные Штаты Америки 15%, и Китай обогнал США в 1900, простите, в 2014 году, недавно, 3 года назад. И сейчас продолжается этот отрыв, потому что у Китая темпы роста 6,5, никаких кризисов у Китая нет, и не может быть при полномерном ведении хозяйства, а в Соединенных Штатах Америки темпы роста 2,6, вот и поэтому разрыв между КНР и Китаем увеличивается в пользу Китая с каждым шагом в условиях мирного, такого спокойного развития. Следующая революция, которая произошла, это революция это революция на Кубе, тоже в другом полушарии и тоже как вы понимаете была связана с очень большим героизмом и с большой революционной борьбой, когда армия, которая была очень маленькой и которая выглавляла Фидель Кастро постепенно пополнялась, пополнялась, пополнялась и в итоге она с боями пришла в Гавану и революционеры, которые изначально не были коммунистами, можно сказать, они соединились с коммунистической партией и Фидель Кастро как последовательный революционер пришел к коммунизму, можно сказать, революционным путем, а не путем изучения каких-то книг, но после этого, конечно, он и изучал, и выступал, и действительно является и революционером, и марксистом, и коммунистом, вот там революция победила в 1957-59 годах, уже время недалекое от нашего времени, и, наконец, очень длительная борьба была в Лаосе, почти тогда же начиналась, как и в Вьетнаме, через Лаос какие-то колонизаторы не прошли, и японские, и французские, и когда была война во Вьетнаме, бомбили территорию Лаоса во всю тропу Хошимина, короче говоря, причем там огромное количество бомб было сброшено, в 1975 году победила социалистическая революция в Лаосе, ее руководитель Кейсон Хамвихан. А если теперь брать контрреволюции, которые за это время были, то есть переход в таком устрою, в котором сменяется власть рабочего класса на власть буржуазную, то, во-первых, в Монголии произошла революция, так сказать, где-то при Ельцине, и в странах, практически во всех странах, входивших в Совет экономической взаимопомощи. Это Чехословакия и Польша. надо отметить, что в Польше социализм построен не был, поскольку там коллективизация не прошла, там было частное сельское хозяйство. Поэтому, скажем, они вняли то, о чем в свое время говорил Сталин, что не может развиваться социалистическая страна, если будет город социалистический, а деревня капиталистическая, буржуазная. Это невозможно. Долго советская власть не удержится. Она и в Польше не удержалась и не могла удержаться. Поэтому Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгания, Румыния, Албания, то есть во всех этих странах и Германская демократическая республика, в них везде власть рабочего класса была потеряна, и во всех этих странах гуржуазный строй. Ну вот можно видеть такую зависимость, где собственных усилий было потрачено меньше, чем тех усилий, тех, кто им помогал. Советский ССР очень сильно помогал европейским странам и Монголии, поэтому когда вместо этой поддержки появились действия противоположной направленности со стороны Горбачева и потом Ельцина, то вместе с разрушением Советского Союза, с реставрацией капитализма в СССР был реставрирован капитализм от всех перечисленных странах. Итог. Итог такой, что после вот этих революций и контрреволюций на сегодняшний день мы имеем одну страну, в которой построена первая фаза коммунизма, переходный период закончен, это КНДР, которая умело защищается против противостоящих сил, не будем забывать, что она находится в состоянии войны с 17 государствами. Мирный договор не подписан, и вот та война в Корее закончилась перемирием, и перемирия как бы продолжается. Поэтому удивляться тому, что, скажем, Соединенные Штаты Америки могут могут в любом момент нанести удар по Корее не следует. Это даже юридически не требует каких-то там особых объявлений войны или прочего, потому что это просто перемирие. Значит, если наносится удар, перемирие закончилось. Соответственно, и КНДР себя ведет так, с пониманием того, что если она не будет укреплять свою оборону, то нет никаких гарантий, которые сохранят там тот общественный строй, который есть и Корейской Народной Катерической Республике. Поэтому они идут по линии укрепления своей оборонной мощи. В данном случае КНДР сказала, что она однозначно не допустит на Корейском Пилосове. Недавно было сделано в газете заявление про правительственное, не про правительственное, про правительство Китайской газеты, что КНР не допустит того, что уничтожение Корейской Народной Катерической Республики, опираясь, так сказать, на свои военные уже средства, которые там есть. С Вьетнамом ситуация очень спокойная, потому что Вьетнам в Соединенных Сатах Америки победил и вроде бы как вопрос решен. Но решен. Мы уже воевали с Вьетнамом. Все. с Кореей тоже воевали. И эта вся война закончилась, не закончилась победой Соединенных Штатов Америки и закончиться не может. Тем более, скажем, ситуация со стороны КНДР такова, что половина Южной Кореи перекрывается дальнобольной артиллерией Севера. Половина. в том числе там расположено около 30 тысяч американских военнослужащих, они тоже накрываются этим самым половиной артиллерийским огнем из Северной Кореи. Надо сказать, что Южная Америка и Соединенные Штаты Америки решили отделиться от Северной Америки, чтобы она не влияла на Южную, и построили стену. Я был в Северной Корее в 1992 году, видел эту стену. Стена на 120 километров пересекает корейский полуостров, рассекает на две части. Ответная часть в сторону Кореи и пологая в сторону Южной Кореи. Поэтому там Берлинская стена или стена, которую пытаются построить Израиль на Ближнем Востоке, это вообще мелочи по сравнению с такой стеной, но которая меньше, конечно, Великой Китайской стены. Но вот это построенная в этом веке, в прошлом веке стена грандиозная, которая разделяет корейский народ. Надо сказать, что корейские предприниматели мировые, которые в мире есть, они поддерживают, конечно, Северную Корею по одной простой причине, что Северная Корея это самостоятельное национальное государство, а Южная Корея это оккупированное корейское государство, и поэтому поддерживать оккупированное государство не желают предприниматели корейские, которые, конечно, настроены не прокоммунистически, а с точки зрения отношения к национальной проблеме. Та борьба, которая была в Лаосе, тоже настолько длительная, и она связана с поддержкой, вот непосредственной поддержки со стороны Советского Союза не было, а была поддержка со стороны тех стран, которых поддерживал Советский Союз, со стороны Вьетнама и со стороны Китая. Она тоже закончилась очень длительной борьбой, десятилетняя, с лишним, и вот после той революции там достаточно прочная ситуация. Итого, значит, в итоге мы можем посчитать, если население это 111 миллиард 512 миллионов человек живет в социалистических странах, и из-за этой вот картины мир уже не является миром империалистическим. Мир является на сегодняшний день каким миром? Ну, вот и состоящий из двух социально-экономических систем, капиталистический и социалистический. Причем соотношение сил изменяется все время в пользу социалистической. Но нет кризисов перепроизводства, раз, вообще такого нет понятия по отношению к социализму, какое может быть перепроизводство. Не может перепроизводство, когда вы планируете все более полное удовлетворение потребности обеспечиваете, потому что цель социалистического производства, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Как это развитие может быть чрезмерным? Может быть, у вас чрезмерное развитие? Не может быть. И меня не может быть чрезмерным. У кого не может быть чрезмерного развития? Правда? И всех членов общества. Это раз. Второе, значит, наблюдается такая картина, которая была совершенно не характерна для империалистического мира, классического, когда есть крупные империалистические державы, они грабят остальное мир, выводят капитал и тем самым выкачивают прибавочную стоимость из более отсталых капиталистических стран к себе страну-метрополии. И у нас этих стран, которые грабят весь мир, очень мало. Это Соединенные Штаты Америки, это Англия, это Франция и Германия. Даже в Японии с сомнением, можно ее отнести, все-таки она в этом смысле ведет очень широкую торговлю, но сказать, что она инвестирует капитал и осуществляет вывоз капитала, не приходится. Поэтому этим все и ограничивается. А есть такие крупные страны, как Индия, в которых миллиард 200 или миллиард 300 миллионов уже человек, такая крупная страна, как Россия, которая имеет ракетно-ядерный паритет в Соединенных Штатах Америки, такая страна, как Бразилия, крупная, Южная Африка. И вот для того, чтобы спастись от возможного разгрома, разрушения и подавления, особенно после событий в Югославии, Ираке и Ливии. Вот посмотрите, Соединенные Штаты Америки и НАТО уничтожали и разбивали не социалистические страны, а какие? Ну, сначала казалось, что они воюют против социализма. Это как бы естественно, да? Буржуазный строй воюет против социалистического строя. Ну, Югославия, капитализм разрушили Югославию, раздробили ее на мелкие ничтожные государства, которые ничего не могут решать в мировой политике. И европейские ничего не могут. Ирак был светским государством. Теперь это религиозное государство. И там эта проблема теперь соотношения суннитов, шиитов. И оттуда вот с разгрома Ирака и начинается история исламского государства. Ливия тоже самое. Светское государство, разгромлено. И на месте Ливии. Ливия тоже буржуазное государство. И на месте Ливии, ну, есть вот два правительства. Одно из них поддерживает исламское государство. И еще есть генерал, который пытается вот эти два правительства соединить и как-то собрать какое-то, сделать государство. Нет, вообще государство Ливии. А есть беженцы, которые отсюда бегут. Кто организовал беженцев? Вот эти самые крупные империалистические страны организовали этот поток беженцев. Потому что вы никуда не побежите, пока вас дом не будут сжигать. А когда будут вас дом сжигать и уничтожать, и вас будут стрелять, вы куда глазах бедят, будете убедать. Поэтому организация этого потока беженцев – это дело в Соединенных Штатах Америки и их сателлитах. В этой ситуации, которая сложилась, крупные капиталистические страны думают, куда-то надо прибиваться, потому что в одиночку не выстоять. Не выстоять по сравнению к объединенной силе крупнейших капиталистических держав военных по отношению к блоку НАТО. И вот мы наблюдаем, что с кем блокируется, например, та же самая Россия. Россия блокируется с Китаем. Она находится с Китаем сразу в двух организациях совместно. Одна организация называется БРИКС. БРИКС – это что такое? Бразилия, Россия, Индия, Китай и Сауф-Африка, и Южная Африка. И еще Шанхайская организация – сотрудничество. А Китай и Россия представляют собой уже военную силу такую, которая превышает силу Соединенных Штатов Америки. Потому что у России еще паритет, а Китай в эти переговоры не входил, как еще страна малоразвитая, как бы она не принималась под внимание. Но вот если она соединяет усилия с Россией, или Россия соединяет усилия с Китаем, уже ни Россию, ни Китаю не раздавишь военной силой. В организации шанхайского сотрудничества просится, кто? Индия и Пакистан. Ну, Пакистан по меркам, таким как Китай и Индия – это маленькая страна. Так, конечно, страна более крупная, чем Россия по населению. Но по меркам вот этих гигантов, значит, Индия и Пакистан вот-вот должны быть приняты в шанхайской организации сотрудничества. Это с кем опять связаны? Это значит, с Россией и Китаем соединяются Индия и Пакистан. Хотя Пакистан и Индия между собой на ножа. Что их может связать? Вот только эта страшная угроза, которая была продемонстрирована, что любая страна современного мира может за короткое время быть уничтожена. Ну и, как говорится, вот еще раз продемонстрировал Трамп что-то. Раз, и он нанес удар, никого не спрашивая. Раз, и по Сирии нанес удар. Потому что ему вот так показалось. И он даже не советовался своим представительным органом. Правильно? Не получил никакого добра, не говоря уже о каком бы то ни было решении международных органов. Там Совета безопасности, Организация Объединенных Наций и так далее. Вот там показалось и все. А ведь правительство сирийское – это последнее там правительство на Ближнем Востоке, которое является светским, а не религиозным. И если пойдет правительство осада, то это значит, что в Дамаске будет столица ИГИЛ. Однозначно. Поэтому вот там такая ситуация, которую, к счастью, по-моему, наше руководство вполне понимает. И понимает, что иначе исламское государство придет к нам в Среднюю Азию. И нам придется с ним в одиночку тогда воевать. Лучше мы поддержим тех, кто там воюет. Чем нам придется самим это все делать. И одно дело запрещенная организация, а другое дело государство непризнанное. Ну не признавайте его. Вот на Южной Осетии три государства признало, и все. Россия, и там Венесуэла, и еще какая-то страна. И это и хватит. Это государство. Попробуйте с ним. Что вы сделаете с государством? Пока еще исламское государство не государство. Но оно стремится к этому. Вот как только... То есть что значит убрать правительство осады? Значит создать государство исламское как особое государство, как центр, так сказать, реакционный центр всемирный. И как интересно боролись Соединенные Штаты с ним? Очень просто. Они в Ираке готовили специальные группы для того, чтобы они воевали с ИГИЛ. Они вооружали их, тренировали их. И потом те, значит, выходят оттуда и прямо идут в ИГИЛ. И сражаются на стороне ИГИЛ. Они новых набирают, вооружают, тренируют, маршруют, приходят в ИГИЛ и начинают сражаться на стороне ИГИЛ. Но... И это, так сказать, как-то об этом и разговора мало. Хотя это всем известно. Что это не секрет. Что сколько подготовило Соединенные Штаты Америки, скольких оно подготовило бойцов ИГИЛ и вооружило их. Вот такая картина. В этой ситуации Бразилия та же самая. Чего ей ждать? Она там не ждет ничего хорошего от Соединенных Штатов Америки. Она в БРИКС. А Южная Африка, которая мучилась там, и там и одни войны были, и другие войны. Там народ всяко видал. Тоже прибивается в эту самую БРИКС. Короче говоря, мы имеем симбиоз сейчас крупных капиталистических стран, но не империалистических. То есть, которые не подавляют другие страны, а которые сами находятся под угрозой подавления. Вот союз этих стран, ну, их можно называть антиимпериалистическими. Но ни в коем смысле, ни в коем образом они не против капитализма. Это капиталистические страны. И стран социалистических. Что их соединяет? Их соединяет необходимость обезопасить себя от крупнейших империалистов, от прямой военной атаки, от прямого военного подавления. И эта картина теперь меняется все время в пользу социалистических стран и этих вот блоков. Они же быстрее развиваются, чем другие. Скажем, если Китай развивается полномерно, он уже может спрос обеспечить для тех других стран, которые с ним блокируются. Правильно? Стабильный, потому что у него планомерное развитие. В организации шанхайского сотрудничества собраны и те государства восточные, которые входили в состав Советского Союза. И Казахстан там, и Узбекистан там. Вот те страны, которые входили в состав Советского Союза, они теперь как бы между Россией и Китаем оказались. И они соединились в некий единый, такой пока не военный блок. Он не военный, но военная мощь, она за скобки не выносится, она предполагается и предполагается здесь. Вот такая картина мира сложилась и ситуация с революциями и контрреволюцией в современном мире. То есть революции делать трудно, контрреволюции делать совсем трудно стало. Вот такие внешние. Внутренние контрреволюции делать легче. Как Китай справился с такой же самой внутренней контрреволюцией, которая прошла в СССР? Значит, в Китае, когда у нас Горбачев проводил свои реформы, направленные, как хорошо теперь всем ясно, на уничтожение социализма и превращение России в разные государства, уничтожение Советского Союза, ну, достаточно взять его идею, идею, с которой он носился, Союз Суверенных Государств. Слушали, да? Он Конституцию Суверенных Государств готовил, якобы. А Конституцию Суверенных Государств, Союз Суверенных Государств готовить очень просто. Вот если мы все с вами суверенные, то давайте договоримся, что мы образуем одно мощное суверенное государство, Союз Суверенных Государств. После того, как мы его образуем, вы будете заниматься тем, что наметили, вы тем, что наметили, вы тем, что наметили, и вы, и вы и спрашивать даже не будем. Потому что нас ничего не объединяет, кроме того, что никакое голосование тут не исключено, голосование, потому что я не обязан подчиняться никакому голосованию, если у нас суверенное государство, правильно? Модель этого союза суверенности – это СНГ. Что такое СНГ? Это Таврический дворец. Это больше ничего. Сам дворец. Потому что никакого союза, никаких единых планов и единых действий тут быть не может. Потому что если вы не согласны со всеми остальными участниками нашего союза, то вы и не согласны, и будете действовать, как вы считаете нужным. Поэтому в этом был фокус и с референдумом, который организован. Это была специфика нашей контрреволюции. Референдум 17 марта, который, я бы сказал, люди недалекие, и которые себя называют коммунистами, отмечают как праздник. Вот 70% высказались за референдуми 17 марта 1991 года. А какой там был вопрос? У вас вот интернет не под руками, нет? Под руками? Можете посмотреть? Какой вопрос был на референдуме? СССР в СССР в СССР? Как? В СССР в СССР в СССР в СССР в СССР в СССР в СССР. Ну да, вот вы близко к смыслу, но текст был такой. Вы за обновленный союз советских социалистических республик, как союз суверенных государств. А что такое суверенные государства? Это нет союза. То есть, как бы формула такая, с виду позитивная. Вы за Советский Союз. Но на самом деле тут теологизм. За превращение Советского Союза, который был союз, каких государств? Социалистических. Это он тут пишет, что социалистические. Но социалистические можно сделать отдельными, а дальше пускай каждый из них умирает по отдельности. Гимн Советского Союза как звучал? Союз нерешимый, республика? Свободный. Свободный. Свободный заменяем на суверенный. Потому что свободным можно быть только в Союзе. А если вы будете маленькими государствами, вас всех съедят. Поэтому тут понятно, что вы превращаетесь сначала в суверенные, потом вы видите, что там куда пошла Грузия, какие проблемы в Армении. Потом появляется база американская в том же Узбекистане. И потом вроде бы от них начинает освобождаться с трудом. Но это совсем не те отношения, которые были. И вот если на референдуме люди проголосовали 70% за превращение Советской Социалистической Республики в союз суверения государства, что вы тогда пристаете к Ельцину, Шушкевичу и Кровчаку, что они подписали? Ну что народ сказал, то мы и подписали. Да? Какие претензии тогда? Вот мы и сделали суверенный. И раз суверенный, значит, это надо договор о Советском Союзе растормливать, потому что по этому договору это не договор суверенной государства. Есть это федеративное государство, в котором некоторые вопросы решаются в целом как общим органом Советского Союза, Верховным Советом. и, соответственно, правительством, а не только вот по согласию. А тут, получается, польское не позволяем. Да? Если я один, вот мы все собрались и голосуем. Я один проголосовал против. Ну все, решение не прошло. Так? То есть нет никакого тогда Союза. Вот произошло вот такое движение. А что в Китае? В Китае, когда пришел Хрущев, Мао Цзэдун сразу отреагировал на эти все движения и выступил с рядом статей, с критикой хрущевской позиции и по отношению к Сталину, и по отношению к решениям съезда 22-го, по поводу выбрасывания из программы диктатуры политариата. И, во всяком случае, китайская завалища, и китайская компартия выставила... Она на себя, конечно, навела гнев наших идеологов тогдашних, которые уже настроены были на волну буржуазную или пробуржуазную войну. Тем не менее, значит, китайские товарищи на своей позиции остались. И вот, когда началась уже полным ходом Горбачевская перестройка, тогдашний генеральный секретарь Хо Ябан сделал заявление о том, что мы должны пойти такой же дорогой, какой пошел Советский Союз. Дэн Сиапин в своем дворце собрал членов политбюро как председателя военного совета СК КПК, и политбюро приняло решение этого самого Хо Ябана освободить от поста генерального секретаря и он через год и умер, этот самый Хо Ябан. То есть, на этом его карьера и жизненный путь закончился. Но появился другой генеральный секретарь, Джао Цзи Ян. Джао Цзи Ян, когда начались события на площади Тяньан Мэнь, почти полтора месяца там находились люди, и там был такой же Майдан, как вот на Украине, который совершенно однозначно имел целью уничтожения социализма в Китае, вернее, уничтожение руководящей роли рабочего класса Китая и переход к буржуазному строю, тот же Дэн Сиапин собрал политбюро, хотя его считают таким не очень левым, да, консервативным политикам. Политбюро приняло решение Джао Цзи Яна снять после генерального секретаря и под арест домашний его заключить во дворце в Пекине. И он в этом дворце в Пекине отсидел 15 лет. Это не тюрьма, это он так и почетно сидел, как генеральный секретарь, кормили, поили. И так он там спокойно своей смертью умер, прожив 15 лет после своего снятия. И поэтому все эти попытки повезти Китай по этой же дороге остановились. Значит ли это, что это гарантирует от повторения контрреволюционных каких-то попыток? Не значит. Вот наоборот, вот то, что заявил Хрущев в свое время на 22-м свете, что у нас социализм победил полностью и окончательно, это очень опасное заявление. Что значит окончательно? То назад не может быть движения. А такое может быть, если есть позитивная и негативная тенденция, они борются. Может быть так, что вот мы с вами боролись и вот я победил. Ну, раз я победил, я размагнитился, говорится, и все, что у меня было, как говорится, идеологическое оружие, все выбросил. Ну, раз уже доказано, что окончательно, то вот вы пришли и голыми руками меня взяли. Ну, как его такое можно заявлять, что победил окончательно? Разве в истории может быть такое, что вот движение вперед, знаете, как храповик есть в технике, он только вот вперед двигается, обратно нет. Потому что там задержка такая. Так сделана резьба. Обратного движения у храповика нет. Он когда вот так вот, он щелкает, щелкает, а вот эта вот пружина и прижимается задвижка. И если вот обратная сторона, она не идет. Такого нет у храповика. Нет такого в истории. Не может быть такого, чтобы не было негативных тенденций. Если только вы объявите, что негативных тенденций не будет, и социализм победил в космосе окончательно, или переходный период находится на таком подъеме, что нету тенденции, которая называется прихождение. Мы с вами изучали возникновение и прихождение, как моменты становления. Возникновение есть, а прихождение нет. Но мы это не можем поверить, как люди, немножко изучавшие диалектику. Правильно? Зачем нас так обижать? Мы не все еще поняли в диалектике. Но зачем нам нас так обижать, что говорить нам, потому что невозможно обратное движение? Возможно обратное движение. По разным причинам. И по экономическим, и политическим, и по кадру. В той же самой Корее, вот я был в Северной, я искал, нет ли там каких-то органов, аналогичных с советом, которые дают известную прочность. Почему? Потому что советы избираются от трудовых коллективов. Вы не туда пошли, вас отозвали, послали его. Он побыл немножко, говорит, устал, позлали вас. Причем для этого не надо какой-то концерт устраивать, и праздник, выборы делать. Это можно делать в любой день. Собирается коллектив или конференция коллектива и принимает решение отозвать и направить другого. И вот собирается потом этот орган, говорит, так, это от Кировского завода пришел человек, пришел кто, а в другой, ну давай другой. Какая разница? Какая разница, кто от этого коллектива пришел? Потому что это власть трудящихся, власть трудовых коллективов, а не власть каких-то единиц. Это не власть единиц. Поэтому это прочно. Нет такого ничего в Корее. Но и в Корее есть другое, вот что я видел, и чего у нас не было, и что, конечно, укрепляет их власть. В Корее такой порядок в Трудовой партии Кореи. Каждый освобожденный партийный работник, за исключением одного человека, то есть в данном случае Ким Чен Ына, один месяц в году должен проработать неосвобожденным секретарем партийной организации в колхозе, совхозе или на заводе. Неосвобожденным. То есть он должен на станке работать и висеть партийную работу. Плюс к тому, к той работе, которую он выполняет. И это касается секретарей, и это касается начальников отделов Центрального комитета и так далее. Вот я встречался с заведующим отделом, он говорит, я, говорит, по ранжиру не должен с вами встречаться, еще с вами не встречались более низкие руководители, но завтра я укажу неосвобожденным секретарем, неосвобожденным секретарем назовут, поэтому вот я с вами сейчас встречаюсь. И вот эти люди, которые месяц из 12 работают на заводе или в колхозе, или в колхозе, или поскольку там рис сажают вручную воду, рассаду, ну там самое высокое урожайное сирийство в мире Кореи, но это надо вот, как и все остальные, говорится, может, конечно, приходить в письмо очки, но вряд ли он там где поможет, нужно работать, заниматься. И это цементирует, конечно, соединяет партию и трудящихся. Причем я это наблюдал на такой забавной, так сказать, сценке, которая у нас произошла. Приехали мы, нас возили, три человека было, я был главой делегации от газеты «Народная правда». Мой первый заместитель отвечал за то, чтобы написать статьи в газете и был представителем нашего Ленинградского сервина Хохлоп Рэм Александрович. Вот мы приезжаем, нас встречает Арткомик, всегда наливает чай с женщинем и идет беседа, что вот здесь картина, как здесь на месте руководил Ким Ирсен. Ну вот мы все слушаем, а я потом говорю, ну так если он здесь руководил, он же не сидел же тоже вот в комнате, он, наверное, шел туда, где трудящиеся там, где у вас работают, где у вас там работают, давайте туда пойдем. Он говорит, нет, нет, там грязно, вы испачкайтесь, у вас такая одежда. Мы говорим, ну так Ким Ирсен-то не боялся идти туда, где грязно, он же вместе с рабочими и крестьянами работал. В общем, короче, мы так с ними все перепирались, что-то они не выдержали, ладно, пошли. Дождик такой идет, ну пошли там, там грязно, конечно, прошли мы, молотилка такая, старая ржавая советская молотилка, молотят рис. Как молотят? Берут снопы, раз на эту молотилку, обмолачивают, потом смотрю эти снопы, снова восстанавливают, только уже без зерен. Я думаю, что такое? Мы начали спрашивать, эти начинают нам объяснять, там с нами представители Министерства иностранных дел и ЦК. А это, говорит, мы отправляем в Японию на экспорт, солому рисовую, из нее будут делать сыновки, из нее будут делать всякие тапки и прочее. Короче говоря, это вот на экспортные товары, мы бы за это получим деньги. Да, я, говорит, вам сейчас покажу, как это вот работает. И вот он сбрасывает эту самую из ЦК, товарищи, свой пиздочек, подходит к этим, у них еще какие-то тряпками они перевязаны, потому что идет шелуха рисовая, которая, значит, если попадет, это очень плохо. Значит, он все это сбрасывает, так с ними, а они так довольно так хоронились нас. Но когда он снял это все, тут Тим Ир Сен, конечно, значок, пиздочек, пошел, значит, показывать, как надо снопы вязать. И сразу между ними разговор, он, значит, раз эти снопы и бросает, раз вяжет и бросает, раз вяжет и бросает. То есть видно, что он за тот месяц, когда его направляли, накидал с этих снопов, и сразу между ними беседа пошла, контакт полный, и вот мы эту картину посмотрели, такая впечатляющая. Вот есть такой хороший у них рецепт. Если бы нам его применить, у нас бы такого отрыва в советское время от народа, какой был, когда уже и отдельный распределитель, и отдельные буфеты, и отдельные, так сказать, эти самые дачи, и другие зарплаты, и так далее, вот если бы это было, то это бы, конечно, вот этот отрыв как-то сократило. Не говоря уже о том, что если бы мы советы не разрушили в 1936 году, и не перешли, по сути, на парламентскую систему, когда никого не отзовешь, вот если вы меня изберете в парламент, то я уже вас знать не знаю, потому что меня уже, особенно если я по партийному списку прохожу, ну воюте против всей партии, а партия меня включила. Как вы меня зовете? Никак. Поэтому эта власть не подконтрольна народу, не подотчетна. А до 1936 года она была подконтрольна и подотчетна, потому что, скажем, четыре депутата были городского совета от Кировского завода. Собрали эту самую конференцию Кировского завода и этих других депутатов послали, а этих отозвали, и все. Для этого нужно три дня. Поскольку я был, в том числе, проходил в качестве кандидата, возможного и от Кировского завода, в период, когда были выборы по национально-территориальному округу на съезд народного депутата в СССР. Вот я прошел на нашем заводе Казицкого, в порту морском, в НПО Буревестник, на фабрике канатной фабрике Нева на Петровской косе и прошел через КБ-3, где 6 тысяч было служащих на Кировском заводе. А вот когда собралась конференция Кировского завода, там я не прошел. Там прошел другой товарищ, который настроен был пробуржуазно вполне. Но я посмотрел, как это вот КБ-3 за три дня они собрали конференцию 6 тысяч на вокале. А КБ-3 это делает танки. Я посмотрел, как это достаточно быстро сделать. Сегодня вы депутат, завтра вы уже не депутат. Это не ЧП, это нормальное дело. Послезавтра вы, а потом она. Ну и это очень хорошо. Никто не отрывается. Нет такого в Корее. Но есть вот такое вот дело, которое у них только есть и которое, конечно, их очень укрепляет. Потому что там от такого отрыва партии от трудящихся, которое могло бы быть, но у меня все равно не проходило такое чувство, что придет какой-нибудь корейский хручок. И дальше будет, как у нас. А так вот, ну так все хорошо. И чисто, и так разумно. Ни бомжей, ни проституток. Действительно, сторона утренней свежести. Все работают, все читают. Ой, культурный колоссальный. Но все на нас сторожи, потому что там даже девочка выходит выступать, петь. Она ходит, поворачивается, поет, и хлопает, разворачивается и уходит. Война не закончена с Соединенными Штатами Америки. Это чувствуется постоянно. Вам хочу перезвонить через минут 15 лекция. Вот. Поэтому эта проблема контрреволюции, она всегда остается. Поэтому никакими такими красивыми кирпичами не выложена дорога от революции до полного коммунизма. Контрреволюция может произойти и переходный период может произойти как в Советском Союзе. Мы уже прошли переходный период, у нас же была первая фаза коммунизма. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Дескать, поживите при капитализме. Поэтому в этом смысле надо понимать, что не исключена реставрация и на этом этапе. Ну а представьте себе полный коммунизм. Что такое полный коммунизм? Это уничтожение частной собственности. То есть уничтожение частной собственности все время появляет и ее все время отрицают. Но вы перестанете отрицать, а она и вырастет. То есть представляете себе дело так, что как будто мы построили дом и все. Нет. Да даже если вы дом построили, если вы не отапливаете его, если вы им не занимаетесь, что с ним происходит? Вот вам пример. Рядом с нами соседствует бывшее здание военно-морского музея. Да, биржа? Вы, наверное, знаете, что вдруг Валентине Ивановне, дорогой, пришло в голову такое видение, что надо взять и военно-морской музей угнать отсюда на Крюков канал, в бывший матросский клуб. Совершенно невзрачное здание, неудобное, плохо приспособленное по сравнению с этим. и на это надо было потратить миллиард на переезд. Но при этом переезде еще и украли миллиард. Тот, кто украл, уже в тюрьме. А и что получилось? А получилось, вот пустое здание, оно передано Эрмитажу. А вы видели, что там фасад уже разрушается? Ну, потому что оно же не отапливается. Или, наверное, плохо отапливается. Но нет, хозяина. То есть пропадает. Причем Валентина Ивановна потом стала звать биржу, чтобы, дескать, идите у нас в здание биржи и площадь биржевая, а то была площадь Пушкина, плохо называлась. Давайте, значит, идите к нам. А у нас же Пушкинский дом тут рядом, у нас есть основания, чтобы была площадь Пушкина, правильно? Вот как важно нам, чтобы биржа там была, а наша комсомолка была, как же и о бирже-то не думать. А те говорят, зачем нам туда? У нас там многоэтажное здание на 26-й линии, наверное. Видели, не видели? Можете посмотреть здание биржи. Там у нас все системы связи подключены, мы сюда не поедем, ни за что. Зачем нам это? Вот неприспособленное здание приезжали. Это раньше тут вот биржи, кричали там. Зачем нам это нужно? Никто не поедет, никто не поехал сюда. А в итоге, ну вот на стрелке, где на нашей корабле, это расставлено, ростер, это же есть на нашей корабле. Это вот самое место было для военно-морского музея. То есть эта самая контрреволюция или реставрация, она доходит до глупостей. Ну ладно, вы там власть поменяли. Ну зачем вы тут таскаете туда-сюда музей-то? Чего вы воюете с музеями и со зданиями? Ну ладно, вы этого Воголя переименовали в какую морскую? В большую? Малую морскую. Ладно, Герсоновы переименовали. Во что? Уже в малую морскую. Да? Нет, в большую морскую Герсонов. Хорошо. А эту Кирочную это что у нас? Это у нас. Штолтуков Щедрин слишком много критиковал, глупостей разбирал. Переименовать его. Или, ну ладно, это все советские деятели, что ли? Гоголь, Герсон, Щедрин. Или, ну хорошо, Рюбиспер, деятель французской буржатной революции. Ну, как надо относиться к французской буржатной революции? Это этап развития человечества. Да? Убрать кто придумал? Наш верующий, наш губернатор решил, что нет, надо нам переименовать в Воскресенскую. Там церковь была в Воскресенскую, потому что теперь Воскресенская набережная. Подумаешь, французская буржатная революция, плевать на нее. Ничего, у нас осталась улица Марата. Кто уважает французскую буржатную революцию? Может быть, он бы тоже переименовал, но она Грязи называлась. В Грязи как-то не смотрится. То есть, если люди начинают идти вспять, они доходят просто до глупостей. Ну, просто до глупостей. И до такой вот необыкновенной реакции, реакции в таком политическом смысле, а реакции, которая является такой умственной, реакцией. Когда начинают воевать там с памятниками, переименовывают и так далее. Тем более, смотрите, у нас было два улицы Смирнова. Улица Смирнова, который был председателем исполкома, это Ландское шоссе теперь. Так? И комиссара Смирнова. Ландское шоссе, переименовали. Теперь это не улица Смирнова. А комиссара Смирнова оставили. Непонятно, с кем воюет. Ну, комиссар Смирнова тогда, это уже надо. Если вы воюете против коммунистов, комиссаров, давайте переименовывать. Нет, комиссара Смирнова мы оставляем. У нас коллеги живут на улице, на проспекте большевиков. Говорят, что вы не переименовали меньшевиков? Что-то им так они не понравилось, так загрустили. Что вы переименовали меньшевиков? Думайте, хорошо у вас получается. Что у вас получается? Переименовывать и перекапывать. Давайте перекапаем Красную площадь, вынесем Ленина, из Мавзолея. То есть, такая мелковтравщица и контрреволюция. Вы же уже сделали фабрики, заводы, частные. Покажите, как здорово они работают. Нечего показывать. Ничего не могут сделать. Ничего великого не построили. Заводы. Какие заводы вы крупные построили? Что вы такое сделали, великое? Может, вы больше сделали боеголовок у наших этих самых, что вот наши ракеты, ракеты Сазана, которые были в Советском Союзе, у них 10 разделяющихся боеголовок, а сейчас максимальные 4 у Ярса, новый, который идет на вооружение. Ну, вы догоните хотя бы в Советский Союз? Тогда я. Тогда начните еще и охоту. Видите, мы догнали Советский Союз, сейчас начнем улицы на радость все менять. Ну, так улицы-то вы поменяли. Могилы вы можете перекапывать. А что вы здесь сделали? А здесь не сделали пока еще. Того, чтобы хотя бы дотянуло до этого. У нас же все время был прирост населения в России. Да? И в России, и в Советском Союзе. А теперь что? А вот 15 миллионов потеряли из-за того, что смертность превысила рождаемость. А сейчас где-то на одном уровне. И уровень рождаемости, и уровень смертности совпали. Стабильность это называется. Что здесь стабильность? Стабильный рост или стабильный застой? Был застой, опять застой. Ну, был брельневский застой, а теперь какой застой? Медведевский. Или чей? Ну, какой же это застой, когда минус 0,2? То есть, ну, вы же все восхищались какими-то идеалами, люди даже идеалами французской буржуазной революции не восхищаются, неверны. Как они могут наладить хорошее капиталистическое производство? Наладьте хорошее капиталистическое производство, это будет хорошо, правда? Почему? Потому что даже социализм возникает же из капитализма, а вот из развала он не возникает. Если все развалить, то из нищеты же не выйдет никакой социализм, коммунизм. Поэтому приветствовать бы надо любое развитие производства, кто бы это ни делал. Ну, хорошо, не получается у вас идти вперед, но вы пойдите немножко назад. Ну, давайте вы пошли назад, но так пойдите теперь вперед. Вперед никак не могут пойти. Или не хотят. Так что вот эта тема революции и контрреволюции, она, конечно, очень актуальна, потому что она, собственно, раскрывает диалектичность вообще исторического развития и время, про которое говорят, что оно работает на нас. Нет, мы во время работаем и боремся, и совершаем какие-то деяния, созидаем или разрушаем. То есть вопрос о времени это не вопрос, который автоматически нас избавляет от понимания того, какая тенденция в каком направлении направлена и какую поддерживать и как. Это вот вопрос нашей же дальнейшей борьбы. Спасибо за внимание. До следующего раза. Спасибо. Спасибо.